Здравствуйте! Приветствую вас на Кухне Совета! Сегодня мы с вами будем готовить вот такой вот интересный пирог печенье с начинкой. Еще и с порционным делением. Это очень удобно при нарезании пирога. У меня в начинке сгущёнка, обычная белая сгущёнка, которая просто запеклась в духовке, поэтому сверху она выглядит как вареная, а внутри та же жиденькая белая сгущёнка. Очень вкусно, нежно получается. Вы же можете добавить любое варенье или джем, которые вам нравятся. Если они будут яркого цвета, то это даже добавит красоты данному пирогу. Итак, для начала нам нужно взять масло комнатной температуры. Сливочное масло должно быть хорошее, 82%. В составе только сливки. Всегда обращайте на это внимание. И на сроки годности тоже. Добавляем щепотку соли. И все взбиваем до посветления и пышности. Почему говорю обращайте внимание на срок годности у масла? Потому что если у масла срок годности выше 60 дней, то, скорее всего, там уже добавки, даже если они не указаны в составе. Выбирайте масло с маленьким сроком годности и состоящим только из сливок. Все взбиваем до посветления. Видите, масло увеличилось в объеме. И добавляем сюда сахар. Сахар хорошо промешиваем, тоже все взбиваем аккуратно. Хорошо все промешиваем, никуда не торопимся. Масса у нас светлеет и продолжает увеличиваться в объеме. И когда масса стала однородной, добавляем одно яйцо. Если будете увеличивать порцию, то не забывайте, что в тесто такого типа яйца нужно добавлять строго по одному. И после каждого хорошо промешивать. Потому что иначе тесто может комочками пойти. Все промешиваем. И теперь добавляем сюда ароматизатор, который вам нравится. Это может быть ваниль, как у меня, ванилин, цедра, лимон, лайма, апельсина. Все что угодно, все что вам нравится. Далее добавляем муку с разрыхлителем. И аккуратненько сначала вмешиваем миксером муку, просто до объединения. А дальше уже замешиваем тесто руками и скатываем его в шарик. Вот такое тесто, очень нежное получилось. Скатываем его в шарик, убираем под пленочку и в холодильник. В холодильнике тесто должно постоять не менее часа, но можете сделать его с вечера, а утром уже выпекать все. После холодильника я делю на весах все тесто на кусочки весом 20-25 граммов. Для того, чтобы потом создать вот эти порционные соты. В итоге из моего теста получилось 24 кусочка. Теперь каждый кусочек нужно подкатать в шарик или в такую некую лепешечку, чтобы удобно было потом формировать из нее соты, которые уже будем наполнять начинкой. Выбирая форму, выберите такую форму, которая позволит каждой лепешечке или каждому вашему шарику занять место примерно 5 на 5 сантиметров. То есть, чтобы у него было место, куда расползтись. Если вы поставите шарики очень близко друг к другу, и у них не будет свободного пространства, чтобы увеличиваться, то они начнут подниматься вверх, выталкивать просто начинку, и получится толстый слой печенья, маленький совсем слой начинки, и будет просто суховато. Поэтому следите за местом. Вот моя форма 20 на 30. И поэтому я в ней спокойно располагаю все свои лепешечки. После того, как расположили их, прижимаем аккуратно, просто сверху, чтобы придать направление, куда им увеличиваться при выпечке. И после того, как прижмете их всех, любым удобным для вас предметом будем делать отверстия. Отверстия делайте прям поглубже, чтобы начинки было побольше, тогда будет гораздо вкуснее. Я взяла ручку от своей спатулы и ею делала глубокие, чтобы прям совсем тоненькое донышко у печенья оставалось. Отверстие. Потом можете их ложечкой или чем-нибудь еще подправить. Если тесто трескается, то аккуратно пальчиками его там слепите, чтобы начинка не вытекла. В принципе, тесто достаточно плотненькое, и при выпекании начинка никуда не убегает, поэтому не переживайте. У меня ушло на заполнение гнездышек примерно 200 грамм сгущенки. Вы же можете использовать, как я уже говорила, любой джем, варенье, вареную сгущенку. Совсем получается очень вкусно. Наполняйте начиночкой до верха, никуда она не денется, даже не переживайте. Пока наполняете все начинкой и раскладываете тесто, духовка должна уже прогреваться до 180 градусов, и выпекать наш пирог печенье нужно 20-25 минут. Вот такой он после духовочки. Печенье получается нежным, неломким, что-то среднее между печеньем и бисквитом. Ну и плюс на порции так делить очень здорово. Детям вообще очень нравится, потому что каждый может взять отдельный кусочек. Детям вообще нравятся порционные десерты всегда. Поэтому, если у вас какой-то детский праздник, и вы не хотите долго заморачиваться, приготовьте вот такой пирожок, и все, думаю, будут очень довольны. Надеюсь, вам понравится этот рецепт, вы попробуете его приготовить. Буду ждать ваши комментарии, ваши впечатления. Спасибо за просмотр, и ждите наши новые видео. Спасибо, до свидания.